Поймём на русском, а вас-то будет сложно на эсперанто перевести. Давайте, наверное, всё. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа благословить нас на сие собрания. Благослови, Господи, чтобы ещё многие собрания состояли с их ценно верующих Тебя по всей земле. Благослови, Господи, ещё мирные времена, чтобы ещё люди приходили к Тебе, Господу и Творцу, чтобы спасение было всем, как Ты, Господи, и заповедал. Пускай все спасутся и в разум истину придут. И мы этого же желаем, Господи. Помоги нам отвечать на зло добром, даруй, Господи, чтобы никакая злоба, ненависть не вошла в сердце наше, чтобы братолюбие, дружелюбие всегда присутствовало в нас. По слову Твоему, Святому, даруй, Господи, нам его ещё изучать и исследовать, как Ты, Господи, и заповедовал, и чтобы ничего не ускользнуло от нашей души для спасения нашего в Царство Твоя Небесная. Слава Тебе за Всего, Отец и Святой Духа. Аминь. Все пробоцы заболели? Все, да, желающие зашли? Заходите, заходите, братья и сёстры. Себя снимать. А, ну, постоянно снимать у него как-то. У меня не видно, никогда. Дух, мой стиматый гефракт, Иисусу Христо. Мне проповеду, что Диу, в леги эсперанте, в отом де, Лоханна, на Орбуша. Консоль и дом чагреном. Коменцем лигерус эсперанте, кайпосте, и легусет в русалингу, потому что ви компренды, кьё он ми традуги. Се славянском, не эсперанте. Коменцем лигерус эсперанте, кайпосте, кайпосте. Коменцем лигерус эсперанте, кайпосте, 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 кайпосте. Кио рираттас ненур, бонфарадун, сед чью тага ин зогуин. Ли лигис, чьи клоподоин, альпенего, эчплиграды. Чьюи, чью сэнанто, чью конструисту, вагобондо, лигнухакисту, метеисту, кайчив холмус требанте, а кири ион утилен, делос лабори ферворе. Сам, киил сэмой, безонос плуган, тил ни лармуин. Парселен терон, безонатас плуги, фоси, сам тил пор анимо, не гакило безонатас, сед тентой, кайсуферой, чагреной, поркэ джи не ковриджу пашки гербой, поркэ молиджу джиа крюелецу, кай джи не экфиеру. Тэру, персимэ, нэ ньон сэнан продуктас, сэн мультэ зорга флегаду. Сэманто, нэсэн эспэрас, мальго эблэй абстаклэй, адоранте ричен рикультун. Немаранте притивочи, дамку нил адион, просуфэрой, саме, кие пробонфартокс. Дивэсас цирконстанциэ, тамэн, или куне, кайчиво апарте, кунтутас нин, ад уну фіну, сэмилэ, я сэмадо, кай рикульто, посэду. До, фалеру нэ, виво батарин, дэцэ, дэцэ, кунтанкэмо, кай саме бонфартон, Диунгларанте, поркэ нэ эстумэритэй, эстонтам фэличам, бонстатам этэрнам. Я грацьо де хом амо, дэла Дио, кристоисуо, кио нэглору пор чьям, кай этэрне. Амен. Какой занятный язык. Пронесаціо де йогамо де ла Орбуша для псалома цэн дудэквин. Псалома. А можно по-видам музыки посмотреть? Малень, малень. Учение в скорби. Учешение в скорби. Как сеющий должен работать, трудиться, проливать пот и переносить холод, так и упражняющийся в добродетели. Ничему так не свойственен покой, как человеку. Посему Бог сделал путь его узким и тесным. Даже не только дела добродетеля, но и дела житейские. Он соединил с трудом. И последние гораздо более. И сеятель, и строитель, и путник, и дровосек, и ремесленник, и всякий человек, если хочет приобрести что-нибудь полезное, должен работать и трудиться. И как семена имеют нужду в дожде, так мы в слезах. Как землю нужно пахать и копать, так и для души вместо заступа нужны искушения и скорби, чтобы она не произрастила кубик трав. Чтобы смягчилась ее жестокость, чтобы она не возгордилась. И земля без тщательного возделания не приносит ничего здорового. Как сеятель не унывает, хотя ему предстоит много трудностей, представляя обильную жатву, так и страждущему не должно унывать, чтобы хотя бы много встретилось ему прискорбного, ожидая жатвы, представляя плоды, происходящие от страдания. Зная это, будем и мы благодарить Господа и за страдания, и за покой. Хотя обстоятельства бывают различные, но все вместе и каждая позже направляются к одному концу, подобно как сеяние и жатва. Будем и бедствие переносить мужественно и благодарственно, и покой со словословием, чтобы нам сподобиться, и будущих благ благодатью и человеколюбием, Господа нашего Иисуса Христа, которого слава и держа во веки веков. Аминь. Аминь. Единственное слово. Аминь. Единственное слово, которое понял, аминь. Солома. Солома еще. Кристалл. А продукта? Продукты, да. Что это значит? Продукты. Что это значит? Ну, произрастает. Вопрос есть. Горбуша еще. Вы это сами переводили? Естественно, вот я переводил вначале вот. Исмин написал, а потом напечатал. Ага. Вот оно как. Да, вот на этот старался, переводил, выбирал как более подходящие слова. И недолго учил. Я учил, ну, это было в 68-м году, когда я был студентом 2-го курса, на 3-й курсе. Да, Виктор Андреевич, спаси Христос за ваши труды. Не думал я, что такое будет это нам, как это, поздороваться. Ну, интересно про скорби это, про слезы напомнить это всегда. А то Господь посылает целые войны на нас, а мы не плачем. Наоборот, бежим туда еще. Да, боно, боно, хороший боно. Еще с криками, я давно хотел поубивать людей, дайте мне это за деньги. Поубиваю немножко. Ну, много это с итальянского языка. Ну, я вам скажу, когда я учил, еще только начинал изучать эсперанто, я уже говорил, наверное, об этом. Шел на экранах в кинотеатрах фильм испанский, королева Шантаклера, как я сейчас помню. Красочный такой, танцевальный там, там, все это такое. И, естественно, он дублирован был, естественно, на русском языке, все. Но песни, они были на испанском языке. Они уже были мне понятны. Это любители испанского языка. А они схожи, если пейте язык? Нет. Не любители испанского языка, а человек, он был доктор, окулист. Да, Заменгов. Причем здесь испанский. А при том, что он взял, проанализировал всю группу языков романской группы, все языки романской группы, и взял из них самое рациональное. Грамматики, фонетики. И все оказалось просто. Словообразование очень простое. Там, например, все существительные оканчиваются на О. Коко, верино, патро, таго. Все существительные на О. Прилагательные на А. Белла, семилла, контролла, петельплю. Пополам не делится, что ли? Что? Ну, прилагательные. Всегда на А. Даже если мужчина или женщина, все равно на А заканчиваются. Красивый, красивая. Да, да. Всегда на А. Белла, белла, да, белла. Ну, вот хорошо, не агентодовку. Белла, веру, белла, верино. Суффикс «э» обозначает. То есть с помощью суффиксов, претиксов, совмещения разных слов. Очень простое словообразование. Бедный, бедный язык по сравнению с богатым русским получается. Нет, это не бедный. Если не... Не бедный, потому что на этом языке, я вот перевел, это совсем даже непростое дело. Да, я хотел сказать про это. Совсем непростое дело, да. Есть оригинальная проза, есть переводная проза, есть поэзия, поэзия, высококлассная поэзия на эсперанто и переводная. Бальмонт, другие там, то есть Пушкин, пожалуйста, Эзов, пожалуйста, переведите на эсперанто. Причем это нужно, когда, например, я прочитал на фараон, три тома фараон. Нет, ну этот, в польский писатель, да, Синкевич, Фараон, прочитал на русском, на русском я не читал. Ну да интерлюпы Бруно Апица, за стенках в фашистском режиме там, в Германии, вот, только на эсперанто прочитал. Что еще там? Субляюга, про турецкое иго в Болгарии на эсперанто прочитал. Ну, Пушкин теперь читаю там. Татьяна прочитала, она вот, мы с ней вместе читали. Антуан де Сент-Экзепери. Да, это принца, маленький принц на эсперанто. То есть это живой язык. Почему живой? Потому что много людей пользуются этим языком и создают семьи, встречаются из разных мест. Там японец, в Америку приехал, там, женился на американке, там, на американке, какие-нибудь там есть. Вот, так что это живой язык в общении. Даже любой язык, он развивается, когда на нем разговаривают, общаются. Переводная научная литература и научные статьи, изначально созданные на эсперанто. Началось все это в 36-м, наверное, да? Я так понял. 137 лет назад. А, 137? А, 137, это. Причем эсперантисты были гонимы во время, в советское время, их ссылали. Ага, в 1800-е годы, в 1890-е. В Германии тоже гонимы были эсперантисты, в корове войны. Это, наверное, Бургская война, наверное, побудила его, когда интернациональный... Он жил в Белостоке, это на границе... Да, это мужчина, Россия. ...польский город, который в состав России входил. И там постоянно происходили конфликты между... Разными этническими группами людей. Да, да, да. И вот это его привело к тому... Объединить всех этнических языков. ...к мысли о том, чтобы создать такой язык, который способствовал вооруженению, а не распроим. Международный. Это, скорее всего, эти униатские движения, вот эти вот... Но я скажу еще более, что он был верующим человеком. Он перевел Ветхий Завет на эсперанто. Ага. Сам. Да, вот это... Камы Гридеши Стенкевича. Тоже. Когда обретешь, он перевел на... Я не читал на русском языке, я читал только на эсперанто. На русском языке тоже хорошо написал. Да, ну, Фильпова, по-сталинной. Да, там, это, приблизительно. Да. Ну, вот, поэтому он был верующим человеком, и у него, так сказать, своя религия, естественно, свои тараканы, своя мысль. Ну, у него хомаронизм. Хома. Хомаро – это человечество. Хомо – человек. Арб – суффикс, означает моложество. Например, арбо – арбаро – лес. Арбо – дерево. Арбаро – лес. Вот так, поэтому хомо – человек, хомаро – хомаронизм, то есть объединяет всех людей. И он призывал своих… Ну, не соотечественников. К колобализм. Хомяк переводит. Арб – молитый человек. Арб – молитый человек. Арб – обращался к своим соплеменникам, скажем так, он же еврей, поэтому он к евреям обращался. Арб – а, еврей. Арб – да. Арб – вот, он обращался к тому, чтобы не враждовать, а призывал к единицам. Арб – ну, явно, что он не иудей. Арб – ну, вот, с закраивания волны всегда было. Арб – причем, я потом еще поговорю по этому поводу. Арб – гелиализм у него такой еще, там, гелиализм, а потом у него баронизм еще. Арб – а в речстве проповедуют. Арб – да, ну, вот, я говорю, что Ветхий Завет он перевел, и есть эта Библия прямо на ресторанте. Арб – ну, спаси Христос. Арб – спаси Христоса, такой труд большой. Арб – сервы, да, это все. Арб – так, и теперь… Арб – а где Костя? Арб – не знаю. Арб – давайте я почитаю, если у вас желание посидеть подольше, давайте я почитаю. Арб – да, нам понравилось уже собрание, плавно перетекает занятия. Арб – да? Арб – да. Арб – ну, давайте, может, тут будет что-то интересное. Арб – ревер – 1,7. Арб – можно очки? Арб – так, что у нас римлянам? Арб – 1,7. Арб – 15-й глава. Арб – во имя Отца и Сына и Светы и Духа, Аминь. Арб – спаси Христос. Арб – ох, отлично. Арб – мы сильные должны смысл сносить немощь без сильных, и не себе угождать. Полкование блаженного феофилактора Кто сильный, кто бессильный После молитвы опять предлагает увещание И услаждает совершенных тем Что поставляет их наряду с собой И называет сильными Не сказал же просто немощи Но немощи бессильных То есть усугубив выражение Чтобы привлечь их к большему милосердию Сказав об обязанности нашей Сносить немощи других Научает как исполнять ее Для этого, говорит, нужно Чтобы мы искали не своей только пользы Ну вот на память, конечно, приходит Событие в синагоге Христос начинает проповедь свою Говорит о Царстве Небесном Ну мало кто что понимает Представляете, о Царстве Небесном Говорит иудеям Которые, в принципе, веровали В законы Только потому, что Хотели вечной жизни И власти над язычниками Чтобы показать А вот, видите, мы правы были Когда исполняли эти законы Очень хотелось им этого Но они не понимали, что Что такое Царство Небесное Господь им объясняет Царство Небесное И как он объясняет Синагоги Они ждут от него что-то Стоят фарисеи Никто не препятствует Христу говорить И что он делает Он видит немощного Сухорукова Вот как вы представляете Что такое сухоруки Как себе вы представляете Что такое сухоруки Виктор Андреевич Я не спрашиваю Он представляет Ну рука парализованная Может отнялась Сухоруки их никогда не видала И сухо Все Вот такая вот ручоночка И вот так вот Они все время у них Почему-то вот сюда Вот так заворачивают Ну то есть видно Что человек немощный Его видно Вот смысл-то в чем И он выводит его На средину написано И исцеляет То есть у него рука Нормальная теперь И молчат И он говорит Что делать Добро или зло Нужно для человека Он в субботу это все делает Они его как бы ропчат Почему в субботу ты это делаешь А он говорит А что добро или зло Нужно сделать человеку Милосердие оказывать человеку или нет И они промолчали Они вообще Отрешились от всего человеческого Вроде бы Как закон Божий Нам это говорит Что нужно человеку Пускай он остается во зле Пускай остается в этой В болезнях этих во всех Лишь бы только мы Как бы закон не нарушили На самом деле Они даже не поняли О чем говорил закон И Господь говорит Вы забыли суд Что еще? Милость Милость Да кромче говорите А почему он на первом месте Веру то не поставил А говорит Суд Милость И веру Вера это все Без веры Без веры все разрушилось Кто ты? Ты язычник без веры И он им говорит Оставили суд Милость А потом говорит Веру И самое в чем здесь В чем загвоздка Когда он это сказал Кто что произнес Но его убить Они тогда уже Начали соглашаться Как бы ему Что сделать такого Чтобы его остановить Потому что это невероятно Никто Не сказал Господи Как веру Так мы веруем в Бога Никто ничего не ответил Даже простой люд Даже этот человек Который был сухорукий Целеный Он ничего Не поняли Почему Это говорило о том Что весь народ Не смог исполнить Ни один человек Не смог исполнить Все заповеди Господни А все заповеди Исполнялись только по вере И теперь Когда наступил Новый Завет Господь как говорит Верующий в Сына Не грешит И все говорят Как не грешит Мы грешим Мы грешим И приходим опять сюда Ко Христу Почему А батюшка Когда говорит Помните Мы стоим перед господином Говорит Чадо Вы сюда пришли Во врачебницу Во врачебницу И я Не судья ваш Я только Есть им кто Свидетель Свидетель этого И мы как обращаемся К Господу У нас батюшка К алтарю подходит Сам отходит У нас это очень сильно У нас именно В нашей общине Мы можем Об этом говорить И мы понимаем С вами что это А другие люди Даже не понимают О чем они там Гулопочат Батюшка отходит Батюшка нависает Прям Я был на исповеди Московской патриархии Ты вот стоишь Перед ним Уткнулся ему В живот А он нависает Вот так вот И Петрахиль Как наш батюшка И Петрахиль кладет Как А с какой стороны С какой С левой Нет Со спины С левой Правильно Или со спины Да С левой Или со спины Он стоит в стороне Вообще там Вот захочешь повернуться Посмотреть Его сложно увидеть Почему он всегда Стоит в стороне Он свидетель Он всем этим Показывает видом Там это невозможно В этих храмах Так показать Вот все Так вот плотно И он так набрасывает Прямо на тебя Вот так обычно Подходишь к нему Он так на тебя По прямой набрасывает Чего мы никогда Этого не видим Почему Не надо нависать Над людьми Ты всего лишь Есть им свидетель А человек должен Сам покаяться В своих грехах Не надо Как говорится Его подбадривать Он должен прийти Со своими Скорбями Со своими Болями Ко Господу Ко Господу Забыли Говорит Суд милостивер Так что Это То что я сказал Это не есть еще Инстанция Последняя Так что вы можете Об этом Исследовать Сами Найдите Местописание Второй стих Каждый из нас Должен угождать Ближнему Во благо К назиданию То есть Каждый Говорит толкователь Делай то Что угодно Ближнему И служи брату Только во благо Слово брат Здесь запомните И Адабы Не сказал Кто из совершенных Вот Явлеку Брата Во благо Присовокупил К назиданию Ну то есть Ништыками Загонять Ибо Хотя и благо То что Делаешь Теперь Но так как Это неблаговременно То дело Твое Обращается В разорение Ибо Неблаговременное Обречение Не назидает Обречение Брата Не всех людей Именно брата Вот Кто брат тебе Для этого нужно Выяснить Брат он тебе Или нет Вот допустим Вы пришли куда-то В Московскую Патриархию Туда И там Свои Приходы И так далее И вы не знаете Кто вам братья Вы там стоите И вы не знаете Кто вам там брат Кто сестра Вам нужно выяснить Это То есть Нужно Быть в этом Обществе Какое общество Когда был суд Ольга Милославская Такая была И попросил Игнар Кихнич Судиться В Московской Патриархии Она судилась Со священником Там Евгений Какой Не помню По-моему Отец Евгений И Суд Попросил Этого священника Предоставить Документы Его Общины Ну Прихода И Он не смог Предоставить А как вы Говорит Сдаете Отчетность Документы Отчетность Если у вас Нету Сейчас Вот у нас Допустим Вот Марина Геннадьевна Она Секретарь Общины Член Церковно-приходского Совета Она ведет Нашу документацию И сейчас У нас идет Вопрос Вот люди Которые уезжают И просят Оставьте нас Здесь Оставьте Мы ваши Мы в общине Мы тут все знаем Там Мы вам Присутствуем Там На собраниях И так далее Как будто мы здесь И у нас сейчас вопрос Могут эти люди Считаться В нашей общине Ну Призрачно Или прям вот Можно записать их И потом Когда отчетность Предоставим Нам скажут Вы молодцы Побольше людей Записывайте С Америки Пишите С Южной Америки С Антарктиды И так далее Понимаете Ну ясно Что отчетность Вот Алтайский край Вот она Вся отчетность Вы понимаете О чем говорится Так что Если вы хотите Быть в списках Общины Числиться Вы будьте Здесь Прямо Вот тут Вот тут Присутствуйте А духовно Да Духовно Мы все вместе Все православные Братья Сестры Мы должны Друг друга знать Оказывать милость Вот милосердие И так далее Все это Мы сейчас Про это проходим И не забудьте Когда Христос Вывел Сухорукого Он был Иудей Этот Сухорукий Это не просто Был какой-то Язычник Не судите Не судимы будете И всех бабок Теток Всех начинают Там священники Обличать Да нет конечно Говорится о братьях И сестрах Вы понимаете Какой сложный вопрос Мы сейчас рассматриваем Его не рассмотреть Просто никогда Почему Все священники Покроют Тьмою Мраком Свои Дела Которые они В церкви творят То есть нету Простых списков людей То есть никто не входит А кто Он потом на следующее Заседание Отложили Заседание Принес список Восемь человек Два сторожа Жена его Дети Он Дьякон Еще один священник По моему Вот все Восемь человек Нашлось Как у Ноя Восемь человек Но все они Кто там работает Или что Вот и весь приход Вот и все братья и сестры Кого брать Кто помощник Где Сейчас волонтеров больше Вот там У нас Людей Просто люди Помогают туда ездить Не воюют Ничего Ну привозят продукты Там всякие принадлежности Без которых Просто людям не выжить Ну а люди Занимаются Какой работой Вы знаете Работа Отражать Нападение И Как бы Защищать Ну сейчас мы видим Что творится На границах Просто невероятно И приходится И приходится Вот этим Потенциальным Нашим братьям Убивать Людей Сатана Это делает Специально Чтобы как можно Меньше людей Потом к нему пришло Вот смысл То есть какой Как потом Они покаются Слава Богу У Господа Есть покаяние Но Это очень сложно Убить человека Потом покаяться По настоящему Это ты будешь Бахвалиться Сатана тебя К самоубийству Приведет Через пьянки Табакую Курение Наркоманию И так далее Гордость Эту непомерную Что я Вот весь в орденах И так далее Дальше Третий стих Ибо и Христос Не себе угождал Но как написано Злословие Злословящих Тебя Пали На меня Апостол Говорит Нам толкователь Блажен Афиофилак Старается Нам Пример Христа Ставить Ибо если бы Он хотел Господь Угождать себе То есть Искать своего То мог бы Избежать Поношений И не терпеть Того Что потерпел Но он Не захотел Этого А Примев На себя Страдания Подвергся Худой славе У многих Был почитаем Бессильным Даже обманщиком И злодеем Не могу Здесь согласиться Извините С Блаженным Пиофилаком Если это Говорить Антропоморфически То есть К человеку Применимо Но Даже Иоанн Златоуст Уже был Высшим Пророком То есть Там он говорил Такое Что Не все Его понимали Как бы Нечеловеческое То Христос Как можно Говорить Что он Хотел Что-то Свое Делать Он Свое Уже Сделал Когда Господь Положил Все Под ноги Он Отворил Этот мир Так что Я не знаю Что здесь Говорится Поэтому Думайте Сами Не знаю Я вот Прочитал Еще раз Прочитаем Третий стих Ибо И Христос Не себе Угождал Но Как написано Злословия Злосовящих Тебя Пали на Меня Не себе Угождал Христос То есть Говорит Апостол Павел О чем Здесь говорится Вот Толкователь Говорит так Апостол Ставит Нам В пример Христа Это нормально Ибо Если бы Он Хотел Угождать Себе То есть Искать Своего Это первая Фантастика Будем так Говорить Научная Которую Вот мы Сейчас Читаем То есть Апостол Павел Говорит Христос Не мог С гордостью Что то делать Почему Потому что Он пришел Слова Отца Испомнить Сразу А если бы Он себе Угождал То тогда Ничего бы Не получилось У него Но он не мог Себе Угождать Поэтому А здесь Толкователь Объясняет Нам Что Представляет Да Как бы Представляет И еще Слова Апостола Павла Непонятно Он их Применяют Ну в какой-то Не знаю Басне Какая-то Не мог Христос Ну он просто Допускает Что как Возникнет Появится Какой-то человек Который Именно так Будет мыслить Да Это к этому Потому что Христос Он же как человек Выглядел Поэтому Он должен Дела человеческие Творить Его видели Как он ест Видели Как блудница Отирает Его ноги А раз Отирает Может там У него что-то в голове Там такое Представление А ты же А ты же А ты же Посмотрел Сожделение Женщину И все Ты уже Грешник Как бы Прелюбодействовал Поэтому Не видели В нем Бога И Поэтому Он так и говорит Не себе Угождал Вот в чем Дело Чтобы К этим словам Не придирались О нем Говорили То есть О Христе Других Спасало Себя Не может Спасти Матфея 27 42 Оказывается К этому Все Видел Так Злословие Злословящих Тебя Отца В Верхом Завете Пали на Меня Псалом 68 10 Злословие Злословящих Тебя Отца То есть В Верхом Завете Пали на Меня На Христа Вот То есть Когда говорил Давид То все Знали Что он Говорит О Боге Отце А на Самом Деле 68 Псалом 10 Говорит О Сыне Можно Открыть И это не есть Что-либо Новое Четвертый Стих А все Что написано Было Прежде Написано Нам В наставлении Чтобы Терпением И утешением Из писаний С большой Буквописаний Сохраняли Надежду Все Пришло К словам Христа Полкователь Здесь Увещевают Их И к терпению Искушений Говорят Доукрепляемой Кстати Об этом Проповедь Было Кое Что Брат Читал Доукрепляемой Писанием Терпим И терпением Да покажем В себе Все живое И постоянное Упование Ибо Кто терпит Тот показывает Что имеет В себе Упование На будущее Благо А кто не терпит Тот потерял Упование Последний Последний пример Нужно терпение Нужно терпеть Нужно терпеть Было Терпеть А он Как Другие Там И так далее И даже Батюшка Говорит Значит Пришло Время Из нашей Общины Кому-то Идти Вот так Пришло Время Пришло Время Кому-то Пойти Ответить На зло Получается Так Я что могу Сказать Если бы Сказали Конкретно Ты пойдешь И будешь Подвозить Воду Хлеб Печь Что то Такое Я еще Понимаю Но Он просто Ушел По контракту И мы Смотрим Слушаем Там Большие Деньги Сейчас Дают Ну и Может И там Большие Деньги За это Дают В Москве Дают Около Двух Миллионов В Петербурге В районе По районам Когда идешь Единоличная Выплата Сразу Единоличная Два Слишни Миллиона И так далее И в других Областях До полутора Миллионов Деньги Деньги Когда уходил Наш брат Дай бог Чтобы не бывший Он говорит Да тут Не деньги Главное И так далее Я вот хотел Всегда пойти В армии Служить Ему 58 лет Мне 60 То есть я что должен Потерять терпение Сказать А он денег Заработал И не трус А я вот трус И денег не заработал Да Пойду-ка я тоже Ну у меня просто здоровья нет У меня было недавно Хорошее здоровье Мог легко пойти Это терпение потерял Вы не поняли Я понял Теперь знай Как это называется у Христа Потерять терпение Добродетели Ты должен всегда быть за добро Тебя должны убивать Ты не должен идти И когда Игнать Ивановичу сказал Он вас своим отцом Духовным называет И что он родился свыше Там от вас И так далее Но вам не звонит Что ему передать Вы благословляете его идти Игнать Иванович Никогда 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 Так и передай Никогда Ни одним словом Ни одним шагом Чтобы он туда не ходил Но я передал И что Вот он сюда пришел Как говорится Нашла совесть И никого не послушал Ни ссорю духовного отца Значит он никакой ему Недуховный отец Поэтому перестаньте врать себе Если вы думаете Что ваш отец Духовный Игнатип на шалке Это не потянуть Пятый стих Бог же терпение и утешение Да дарует вам быть В единомыслии между собой По учению Христа Иисуса Оттолкование Показывает Что с писаниями Бог дает нам терпение И утешение То есть Переполученное Писание просто человека Поэтому и называет Его Богом Терпение и утешение Как подателя И виновника Всех этих благ Виновника Ну тут как бы Это с юмором Таким прекрасным Говорится Виновник благ Ну как виновник Ну действительно Как бы Мы им скажем Так виноват Или не виноват Виновник Благо пришли в изобилии Тебя прям завалили И ты иногда даже Не можешь принять это А виновник Господь Что тебя завалил Ты должен все принять И терпеть Просит так же у него У Господа Чтобы даровал нам быть В единомыслии между собой Ну вот видите Насколько единомыслия По одному И уходили Говорит по одному Вот сколько нас с вами осталось В единомыслии Ну еще кого-то Пребан Кому-то прям Надо было уйти Читаем Слово Божие Но не нравится О чем насуждать Ибо любви свойственно Тоже думать о ближнем Что думает Кто о себе Поскольку же Есть любая Любовь мирская То и прибавил По учению Иисуса Христа То есть думайте То что угодно Иисусу Христу Игнатих Игнатих говорит нам О писании Что Бог дает нам Терпение С писанием Своими утешения Игнатих так Это комментирует Не научая свою пасту Священному писанию В какие беды Ввергли священники Доверившихся им Придумали Придумали Духовничество Старчество Сделали человека Совершенно безвольным И беспомощным И люди По всякому пустяку Бегут к своим Духовным вождям Не знающим Писания Руководителем Какой должен быть Этот человек Который Которому можно веровать Какой он должен быть Он должен быть пророком Ты к нему подходишь Как к Серафиму Саровскому А он тебе говорит Ну-ка выйди отсюда Ты грешник там Ты там людей убивал Это я вам рассказываю Жития святых Как у него там написано А другой Начинает рассказывать Ну что ж ты сделала Это так Вот это И она падает на колени Ну иди там В родничке умойся Господь тебя простит Пошла в родничке Потом горшочки Начали одевать Там сухарики кушать И в этой воде Намученные Солью посоленой И так далее Я вам рассказываю Жития Вы не читали? Вы замучитесь Читать Жития Серафима Саровского Там 90 или 100 страниц Читаешь 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 И главное Хоть бы назидание какое-то А назидание одно Господи Что мне не пасть Под это Ну как влияние Демоническое Вот матронушка Там и так далее И ничего И ничего о Христе Ну то что он Евангелие носил С собой И икону Это умиление Там жемчужинки Эти Такие лучики Богородицы Не видели? Ну ладно Вам это может и не надо Вы главное Читайте Писание Написано О Писании Писание И вот она Я помню Татьяна Павловна У нас Она до сих пор Как бы готова В наше общение Остаться Живет в Повле И когда я ее Призывал ко Христу Писанию верить Она говорит Вот Понимаешь Игорь От тебя вот Какая-то такая Вот прям Ну как Злоба какая-то Вот такая Какая-то Ненависть к чему-то Вот исходит Я говорю Ну что Что-то неправильное Я Да нет Ну ты вот Все правильно говоришь Я поэтому тебя слушаю Ну вот Не так надо Вот я приехала В Саров И подошла Там к какому-то Монашек стоит Там такой Соббины И он только на меня Посмотрел И я раз А вот Теперь вот Вижу эту благодать Там это И у меня там Головные боли Прошли Там Спина Что-то заболела Спина прошла Когда я полилась Из этого Котелка Потом Приехала И постоянно У нее вот это Приедет Вот батюшка ваш Да Он да Игнатих Ну нет Не то Ты вообще Кто-то Нет А вот батюшка ваш Да он такой хороший А потом Батюшка что-то и сказал Там Но иногда И у него бывает Он неправильно говорит То есть все ищут Своего Чего-то И такого Чуда Что А ты вот То-то сделала Там на огороде У тебя большая Картошка выросла А ты не дала Там соседке И вы это Знаете Он этот Стариц Вот это да Это вот Грех ее там Великий А то что она Слово Божие не знает Никому никогда Не сказала Правды о Христе Царство Небесное Что такое Это Как бы Об этом никто И не думает Даже Если бы Православные Любили Библию Исследовали ее То они бы знали Что с писаниями Бог дает нам Терпение И утешение Произошла Подмена И величина Этой подмены Обнаружится Только Страшное дело На страшном суде Вот так То есть Тут бесполезно С кем-то разговаривать Объяснять Бог всемогущий И страшный Создатель Вселенной По любви своей Не сходит К падшему человеку Он даровал Человеку Слово свое Святую Библию Вот Сейчас представляете Сухоруки Это мы с вами И Господь нас исцеляет А фарисеи Ну и книжники Это вот Священники И так далее Они против этого Никакой милости тебе Никакой Не дам тебе это слово Будь сухоруким Потому что Почему В субботу А в субботу Это что такое Мы не так думаем Вот что такое суббота Мы не так думаем Как Христос Говорит Говорят эти Высшестоящие Духовные лидеры Вот смысл-то Субботы Мы не так перевели Слово твое Мы по своему перевели Это Великий инквизит Это читаем Там об этом написано Мы подправили Слово твое Теперь будут спасаться Миллиарды А ты там всего лишь Несколько Десятков спас И Бог Напрямую Говорит Каждой душе Бери и читай Открывай книгу Исследуй Писание Исследуй Слово тут Нам обращают А если что Непонятно Бог дает Святых Учителей Церкви Спроси у них И они тебе Разъяснят А где эти Учителя Златоуст Ну что там Скучно Там нудно Ефрем Сирин Ой Он сам плохой Он там украл Украл там этих Овечек Выпустил там В свое время Жития святых Знаете Он такой В молодости Овечек Выговорили соседи Он взял Открыл загон И овечек поели А потом его Через 20 лет Арестовали Знаете Помните И они сидят там И уже приговоры Великие Там Три человека А он говорит Братцы А правильно Меня посадили А посадили За Какую-то Живность Я говорит Овечек У соседей Когда мне было Там 15 лет Выпустил Из загона Их волки Погрызли И эти Раздалились Они там Пошли по миру И так далее Ну понятно Что там стало И другие Начали вспоминать А я тоже Там что-то Где-то украл А другой говорит А я там Убил кого-то И все И они все Сознались И им там Скостили Эту вину И так далее И все Разрешилось Благополучно Вот так Было Игнатин Иванович Вот так и действует И когда Посадили отца Владимира Суртаева Он уже в колонии Сидел Ну я так быстро Если захотите Потом подробнее расскажу Какие дела Он и так далее И он ему сказал Отпишись от дома А дом на жене Отпишись А начальник полиции Хотел этот дом Он в центре Этого Кырпанова стоял Ну я знаю Все тут И там видел дом Отличный дом В самом центре Около полицейского Напротив участка И жена Отписалась И его выпустили Из колонии Условно досрочно Там он отсидел За место Шести лет По моему Три года Все Вот так Господь делает То есть Ты отпустил Вот этот грех Рассказал о нем То есть По настоящему Покаялся Еще дела Какие то Сделал И жена Потом Перестала Общаться Она была такая За всегда Тайка Пела Ну как всегда Матушки И перестала Общаться Вообще Со всеми верующими Ну вот Со мной Немножко Пообщалась Она вот Рассказала Что у меня верующих Просто Я ей понравился Тем что Открытий Три копейки Как говорится А мне что Тиректор Я кто Я никто Игнать Игнать Тихнос В тюрьме Ему все это Объяснял Священнику Так Ну и немножко Осталось Читая Священное Писание Каждый христианин Найдет в нем Ответ От Бога Именно на его Скорб Лично на его Печаль С Писаниями Бог дает нам Терпение И утешение Вот теперь Идут страшные События У нас Что Может спасти Нашу страну Нас с вами Наши души Детей наших И так далее Только наше С вами терпение Покаяние Наше терпение Через Слово Божье Да Через Слово Тут написано Что Терпение И утешение Господь дает Покаяние Это вы Немножко Не о том Говорите Чье покаяние Твое Народа всего Ой Ты вообще Так далека Слов Божьих Как Я не знаю Небо От земли Ты спросил Чтоб в стране Что то изменилось Да как Небо От земли Где ты это Читаешь Что покаяние Всего народа Откуда ты это взяла? Божьего народа. Божьего народа общее покаяние. Понятно. Какого всего народа? Русского, что ли? Да вчера они нам каждую, вот сейчас соседи у нас там, молодежь, устраивают кардебалет. Матершинные песни орут. Да часу ночи не остановить их. Что, пойдут калиться они завтра, что ли? Ты о чем говоришь-то? Опять ты ничего не поняла. О братьях говорим. О братьях. Сухорукий был, еврей. Он был верующий. Понятно тебе? Ну понятно, Лен, хоть сейчас-то. Ну хоть, чтобы что-то сдвинулось. Гало ли, что тебе хочется. Ты читай священное писание. Нет тебе утешения. Нет тебе утешения. Понятно? Вот ты такая и есть. Вопросы неправильные задаешь какие-то бестолковые. И ведешь себя так. И в песнях твоих вот там эти червоточины везде. Чуть ли не через каждый куплет. Петь невозможно. Вроде нормальная песня. Бас, опять что-то там ставишь, то слово какое-нибудь, то непонятки. И думаешь, 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 петь это не петь. А ты потом вот, тебе не нравится. Начинаешь на меня там надумывать столько еще. Мои грехи начинаешь рассказывать. Тебе это надо? Почему так раздражаешься и воспринимаешься? О, начинается. Да потому что ты сестра моя. Хочу, чтобы введеновыслие мы были, введенодушие. Ну, вам спокойно объяснить. Да, продолжайте. Наш Создатель говорит нам через апостола Павла, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми свих сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Еще раз прочитать? Нет, достаточно. Достаточно. Спаситель мира, Иисус Христос, через слово свое Сам утешает скорбящих, посылает им терпение. Сегодня священники взяли на себя миссии и утешителей, и наставников, совершенно не сверяясь с Библией. Библия враждебна их деятельности в этом плане, потому что только она и разрешает все скорби и печали. Нужно только знать, где это место Писания. С Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Хватит? Я еще продолжу. Нам немного осталось тут. Седьмой? Ну, два из всего осталось. Шестой стих. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Что же бывает плодом единомыслия? Прославление Бога не только одними устами, но и одной душой. Ибо это означает единодушно. Здесь слово Бога следует отделить, отнеся его к предыдущему. И потом читать снова, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Впрочем, не будем где-то неприличия, если читать эти слова и не отдельно, то есть разумея Бога и Отца по отношению к единому и к тому же Христу. Ибо Бог Отец есть Бог Христа по человечеству, а Отец по божественности. Ибо Бог Отец есть Бог Христа по человечеству. Ну, от Духа Святого и Марии Дева. А Отец по божественности. То есть всегда был Сын у Бога Отца. Предвечно. Предвечно, да. Вот когда даже задумал, как художник, Господь задумал вот это все творение мира, вот это с человеком, как это будет, и Сын был рядом. Я на рыбалку вот хожу, плаваю здесь вот напротив. И там рыбаки сидят. И часто-часто приезжают семьями. Ну, кто? Пацанят, а даже девчонки маленькие. И отец показывает ему, как забрасывать удочку. А сынок стоит рядом. И раз отец рыбку поймал, видно ему охота еще. А отец там, подожди, подожди, вот удочка у него поменьше, конечно. И он пытается забросить, бац, на берег этот поплавок все время. Я думаю, да, хорошо, вот отец учит, правильному делу учит. Ну, почему вы божественному не учите? Ну, мысли такие. И так же тоже здесь, как бы, вот Бог-отец, все. А Бог-сын, он всегда присутствует, всегда. Он есть, но он ждет своего наставления, своего посыла. И отец дает ему все под ноги, и говорит, строй! Вот я все это задумал, а ты строй! И Господь словом своим строит. И главное, что? Наше спасение в нашей душе построит. Нету никакой частицы в нас Бога. Понятно? Вы понимаете это? Ты понимаешь это, сестра? Нету в тебе частицы Бога, пока ты не примешь через покаяние Иисуса Христа, Его слова, и не крестишься до рождения свыше. Понятно? Вот тогда Дух Святой начинает у нас присутствовать. До этого нет никакой частицы Бога. Господь все сотворил. И все. Везде, даже в камушке, там, везде там частица Бога, муравьишки. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Успокойтесь. Это все творение частица Бога. Придумали. Бог спасает. А камушки, там, муравьишек и так далее, нету там понятия спасения к ним. Только к людям. И Господь их вкладывает, тогда, когда ты начинаешь идти к Богу, делать дела милосердия. То есть, что? Не материться, других не ругать, быть смиренным, коротким и так далее, милосердным. Конечно, не пить, не курить, не блудить, не материться. Это вообще не именуется. С этого даже не начинается. Тоже один алкашка мне пьяный пристал, опять же, в плавании. Но я не хотел с ним, я просто подплыл уже выходить. И он пьяный. И такой, я хочу покаяться. Сразу, сходу. Вот батюшки наши, ну там, а не могу. Я говорю, да ты пьяный. Ты к нему пьяный приходишь. Да я чуть-чуть же только там, типа, немножечко там. Водку пьешь что? Пиво? Я пиво не пью. А сам пузатый такой, как не пью, что ясно, что тоже. Вот и все. И как ты пушкается? О чем ты пушкается? Когда ты еще даже не приступил. И материться еще. Я говорю, ему ты, я хоть им искал не материть, так он хоть не материться. Еще и сигареты там в этой реке. Господи, помилая, что думают ли меня? И так, посему принимаете, говорит седьмой стих, друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Вот так вот. Толкование. Единение наше наиплачет, прославляет Бога, как сказано, уверует в мир, что ты послал меня, если ученики будут едины. Евангелие от Иоанна. 17 глава, 21-23 стих. Как называется 17 глава? Проверим. Как называется 17 глава? Евангелие от Иоанна. Ну, как? Господь начинает говорить об апостолах. Я вот сохранил их там для тебя. Ну, как? Тайная вещь? Нет. Нет. Не знаете? Я вам оставляю загадку. 17 главу. Узнаем домашнее задание. Зайдите в интернет, вам Википедия расскажет об этом. Напротив, несогласие наносят Богу бесчестие, ибо язычники видят, что христиане разногласия между собою обвиняют саму веру. Подсказку сделаю. Христос мог молиться Богу или не мог? Он все время молился, на гору ходил, молился, и в Симане молился. Мог Христос молиться Богу или не мог? Как человек мог молиться? Мог молиться или не мог? Оставляю вам вопрос. Не спеши языком. Не спеши. У тебя все есть для этого. Прочтешь и сделаешь на следующий раз доклад. Мог молиться Христос? Молился Богу Христос или это по-другому как называется? Общался. Или общался. Правильно. Общался или молился? Христос кто? Бог. Мог Бог Богу молиться или нет? То есть молиться просить. Молить? Да. Прочишь прошение. А вас чем просить? Ну а как там же в Англии удалился для молитв? Все? Все, ведь еще еще захотелось? Да и можно слава. Спасибо. Я хочу хоть нас осталось совсем немного. Лена, твоя? Я обращаюсь больше, наверное, к братьям интернет-сообщества, поскольку у нас из-за того, гостный человек. Молиться о батюшке, потому что батюшка по ходу обследования выяснилось, что у него дела сердечные не очень хорошие, поэтому операцию ему отложили, не допустили до операции, и в течение недели он принимает лекарства. 13 числа, через неделю назначена повторная ЭКГ, повторная консультация кардиолога и последующим разрешением на оперативное лечение. Ну, то есть четверг, да? 13-й, это вторник. На 15-й назначена специализация, если будет благополучно по ЭКГ и Ну, то есть ему также надо будет к 8-ми часам. Но он приезжает, получается, к 13-й сюда. Нет, к 14-го. К 13-го. К 13-го в 9-ть часов ему он приедет и пойдет А 13-й на ЭКГ на ЭКГ и в ситуацию кардиолога. А, вот. Операция. Да ладно? Операция, операция. 15-го числа на операцию. Сергей Павлович Пупков тоже у него давление. Левая или правая пятка это важно? Лен, левая или правая пятка важно? Операция. Любая операция есть операция. Сергей Павлович опять у него давление? как идти в воскресенье уже третий раз то ли? Помоги, Господи. Ну, что-то это, не знаю, такое. Прямо договоримся. Кстати, у батюшки тоже как раз давление, артериальное давление у него повышается давление. Причем он себя чувствует нормально, а это как раз и нехорошо. Потому что чувствуешь себя нормальное давление, высокое, сосуд слабо. И все. это надо постоянно уже принимать. Понятно, что нужно постоянно контролировать и принимать. Надо убедить его в том, чтобы он следил. Сейчас у меня докладывает каждый день, утром, вечером, в обед. Мерие давление докладывает и принимает лекарство. Так, ну а что у нас кто еще? Это Пальгуевы как? Пальгуевы все убежали, главное. Пальгуевы все так же. Я не знаю, надо спросить, что у него там в отношении медико-санитарной экспертизы, медико-санитарной, социальной экспертизы. А так, ну, как было так. У Лёвы Лёва просил проконсультировать Татьяну, жену, у меня тут тоже очень интересует проблемы. Вот. Но она здесь когда была, я предлагал, ну, как говорится, я уже обжигал 7 раз, поэтому совет, которого не просят, худший совет. Поэтому я уже, ну, все равно я попробовал это сделать, попробовал дать возможность обследоваться. Ну, вроде как, была ремиссия, но не стали обследоваться, туда уехал, опять там проблемы начались. Ну, а так, за 3-9 земель консультировать по телефону это... Неблагодарное дело. Да, это даже преступно. Ну, вы знаете об этом, что там говорить. вот так, так что Татьяна там, вот, она, есть подряды, так что болеть все равно. А Антонину все время поминают болящую. У нее проблемы сейчас какие-то, конечно. Какой Антонин? Вот, ну, Севастян читает, Антонина болящая. Маша Антонина Севастяна. говорили у нее все хорошо вроде. Ну, старый человек постоянно. Она не ходит даже, она с этой штучкой передвигалась вот здесь. Нет, какое-то еще что-то. Да что ты, Лена, ну, что ты, не хватает сегодня. Ну, все время говорили радостное, радостное. Ну, радостное она. Ну, а потом бац, и не радостное. Несмотря на это, она радостная. Несмотря на то, что у меня и тесть, он такой уже немощный, уже практически в пределах кровати только, а он благодарит все равно. Не вероятно. Молится вроде как, молится, крестное знамение, осеняется, крестное знамение во время молитвы, во время еды, после еды. Ну, не материться, Бога не хулить. нет, какой-то вот. Ну, вообще никакого? Надо позвать батюшку. А желания нету, да, Батюшка же может его прям там крестить у вас? Да. Нет, нету, нету. Жаль, очень жаль. У моего отца тоже самое, вот, и бороду уже отрастил, и не материться. Тоже, не матерился. Ну, И даже прочитал Игнать Тихонович от Трехтомника. О! Ничего себе. А, ничего. Ну, вот так, сейчас еду на работу, так что, благословите меня, чтобы я не сотворил ошибок, которые повлеку за собой вас. Вот, Игорь Андреевич, вам спасать людей в воскресенье надо. Милости, милости требуем от друг друга. Милости давайте. Чтобы Господь подозрил меня внимательным быть и не совершать ошибок. Что все сухорукие пускай станут верующими. Вот так. Не здоровыми, а верующими. Помоги, Господи. Ну, и помолитесь о рабе Павле, Павел Владимирович, будет оперировать, который доктор. В принципе, у него брат был верующим. У него был враг, он простился к Богу, умер с покаянием его брата. Сам он так все тронет. Не пришло еще время. Ну, так он не отрицает. Он же только на щитовиках, я думаю, он все оперировал. А с роботами-то что там такое? Просто роботы болеют. Болеют, Надя, уезжала. Сейчас коронавирус вообще сильно идет опять заново. Пором новостях говорят по телевизору я слышу. А то ютуб натерапия идет. Это так уже не работает. Ну, не работает. Не работает. Ну, что, завершаем. Достойно есть всякого истину Блажей Тетя Богородицу Приснов блаженную и пренепорощую и Матерь Бога нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Без ранения Серафим Без искрения Бога Слова Родшую Сучую Богородицу Тя величаем Господи защите Родину нашу от нашественных племенников от внутренних расприй от беззакония которое втаня остановить делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих также посвяти и защити людей не познавших Тебя обрати к истине чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат Тебе как должно пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе господи спаси Христос спаси Христос Виктор Андреевич за труд Ваш спаси Христос мне очень нравятся эти языки вот итальянский испанский французский я очень немецкий я довела до вас информацию чтобы Лена здесь мы как-то просто приняли я не я вот это захлопнула что еще нужно все вот горит смотри Лен горит кнопочка просто чтобы чисто официально это понятно довезешь до этого до моряки да я выйду пока переодеваться слава богу так сейчас Игорь или Петяков отрищит тогда что-то нажимать Игорь иди отключи пожалуйста они не знают как отключить вот это же кнопка нажимать а ты что прятался